Угнал автоэвакуатор, чтобы не идти пешком, а затем на грузовике совершил ДТП на окраине Сыктывкара. Во время погони полицейским пришлось применять табельное оружие. Лихач бросил КамАЗ и попытался скрыться в лесу. Сейчас его поместили под стражу. Как он пьяный и без прав оказался за рулем чужой машины, расскажет Антон Булаев. Вечером 10 июня в полицию позвонил неравнодушный сыктывкарец. Мужчина сообщил о странном водителе КамАЗа. Грузовик двигался по разделительной полосе и делал опасные маневры. В столичном местечке лесозавод патрульному экипажу удалось перехватить нарушителя. Водитель не подчинился и нажал на педаль газа. Грузовик выехал на встречную полосу и чуть не спровоцировал аварию. Водителям встречных машин чудом удавалось уклоняться от лобового удара с КамАЗом. По рации силовики запросили помощь. Причал, прошли, мост двигается дальше. Не останавливается на требованиях, вилять в стороны в сторону. Сотрудная аварийная ситуация. В поселке Краснозатонский злоумышленник совершил серьезную аварию. На полном ходу КамАЗ протаранил малолитражку под управлением женщины-водителя. Десятилетняя девочка-пассажир, которая сидела на заднем сидении, получила различные травмы. Выехав за пределы населенного пункта, сотрудники ДПС решили стрелять по колесам. Мужчина бросил автомобиль с пробитыми колесами и попытался скрыться в лесу. Но поскольку был сильно пьян, убежать далеко от автоинспекторов ему не удалось. Водителем оказался 27-летний мужчина, который не имел никогда водительского удостоверения. В отношении него составлено 16 административных материалов. Сумма штрафа порядка 60 тысяч рублей. Кроме того, в его действиях также имеется состав уголовного преступления. Именно 166-я, часть 1-я статья Уголовного кодекса, а именно угон. Как он сам поясняет, данную машину он угнал с улицы Гаражный. По словам задержанного, прогуливаясь по стоянке одного из автосталонов, он случайно заметил открытый грузовик. В кабине КамАЗа он также обнаружил ключи и решил воспользоваться неожиданной удачей. Угонщика поместили под стражу. Владелец разбитого эвакуатора потребовал привлечь фигуранта к уголовной ответственности. Теперь молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы. Также гонщику придется возместить ущерб за ремонт поврежденных машин.